Планета Дзюдо По дзюдо, который пройдет в Узбекистане, в городе Ташкенте Буквально через пару недель И, конечно же, эта тема для многих, кто интересуется дзюдо Особенно соревновательным, интересна по нескольким причинам Ну, во-первых, безусловно, это чемпионат мира Который, если мне не изменяет память, проводится после прошедших Олимпийских игр Значит, в принципе, прошел год Год после Олимпиады в Токио Значит, уже многие олимпийцы смогли отдохнуть И я думаю, что они с силами вернутся на татами И это уже будет очень интересно Увидеть олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр Как они смогут также или завоевать титул чемпиона мира Или защитить титул чемпиона мира Так что, с точки зрения соревновательного дзюдо Чемпионат мира в Ташкенте Достаточно будет интересным, захватывающим И появятся новые имена Ну, и, безусловно, укрепятся уже титулованные спортсмены-дзюдоисты Второе, что тоже очень интересно на этом чемпионате будет Конечно же, это так называемое политическое противостояние в спорте Как ни крути, как ни верти Спорт вне политики Или, наоборот, политика вне спорта Но все это связано По одной простой причине Что соревнования чемпионата мира проходят не среди Романа Карасьева и Ивана Петрова А среди представителей стран А страна это всегда политика Это всегда власть Поэтому Хотим мы этого или нет Но Спорт и политика настолько тесно переплетаются Что уже, может быть, даже это Невозможно разорвать эти связи Настолько они крепки Поэтому противостояние политиков Противостояние стран На политическом уровне Напрямую связано И с противостоянием самих спортсменов Участвующих в соревнованиях В данном случае Чемпионате мира 2022 года под дзюдо Это противостояние между Как спортивной организацией Под названием IGF Международной федерации дзюдо International Judo Federation Так и противостояние между спортсменами Национальной сборной Российской Федерации И Национальной сборной Украины Многие уже видели Читали Информацию Что, во-первых Международная федерация дзюдо Под натиском А может и не под натиском Международного олимпийского комитета Запретила участие Национальной сборной команды Российской Федерации В соревнованиях Хотя мы видели прецедент На турнире Монголии Спортсмены Российской сборной Национальной Участвовали в этом турнире Под флагом IGF IGF Предложила Спортсменам Сборной команды Национальной России Участвовать под их флагом Международной федерации дзюдо Но, как мы знаем Это нереально Самостоятельно Спортсмен Я думаю, что любой страны Будь то В Италии, Франции, Украины И так далее Вряд ли сможет принять участие Лично Под флагом IGF Потому что То есть для этого Он должен просто уехать Из той страны Примеров этому Этому есть Это, допустим Мулай Саид Который Уехал из Ирана Выступал сначала Под флагом Одной страны Другой страны IGF Его Так сказать Прикрывало Сегодня Мулай Саид Уже принял гражданство Получил Азербайджана И, соответственно Выступает за национальную сборную Азербайджана Если бы он оставался в Иране И выступал бы Как Под флагом IGF Но это Вы сами понимаете Нереально Так же Нереально Любому спортсмену Из национальной сборной России Выступать под флагом IGF Тренируясь Живя В Российской Федерации Так же Любому спортсмену Национальной сборной Украины Под дзюдо Нереально Принять участие В чемпионате Мира Самостоятельно Под флагом IGF Еще раз напомню Многие уже видели Читали Что Спортсмены Национальная сборная Украины Федерация дзюдо Украины Выдвинула протест Международной федерации дзюдо Что если Значит Будут допущены Национальные сборные России До участия В чемпионате мира В Ташкенте То Украинская Национальная команда Под дзюдо Вся федерация дзюдо Объявит бойкот И не будет принимать Участие В этом чемпионате И по последним Новостям Буквально Вот Сегодня Уже становится Понятным Что Российская Сборная Под дзюдо Не примет Участие В чемпионате Мира Ну и соответственно Бойкот Который был Объявлен Или требование Значит С украинской Стороны Таким образом Был Принят Ну не Не принято Международная Федерация дзюдо Я так понял Не разрешила И На чемпионат Мира Приедет Наверное В полном составе Украинская делегация Украинские Спортсмены Дзюдоисты Хорошо Это или плохо Ну Мне лично Трудно Сказать Потому что В любом случае Спортсмен Он Тренируется Занимается Он Если выбрал Спортивную карьеру Он хочет участвовать В соревнованиях А как мы знаем Чемпионат мира Это Одна из больших высот Соревновательного Дзюдо В частности Ну есть еще Олимпийские игры Вот Но К сожалению Не всегда Спортсмен Вот так Получается Что он Может управлять Собой На определенном уровне Когда он Входит уже в состав Той или иной Национальной сборной Он уже Становится Заложником Некоторых ситуаций В том числе И политических Как я уже сказал Это неотъемлемая часть Сегодняшнего Да и вообще уже давно Мирового спорта Поэтому Конечно же Жалко Что спортсмены Национальной сборной Национальной сборной России Не выступят На чемпионате мира Не выступают Ни на чемпионатах Европы Ни на Турнирах Международных Конечно же Жалко Если бы Соответственно Международная федерация Дзюдо Разрешила бы Национальной команде России Принять участие То Тогда бы Не приняли бы Участие Спортсмены Дзюдоисты Представляющие Украинскую Национальную сборную Тоже Не совсем Хорошо Опять таки Я Не хочу Никого Не знаю Там Я не обвиняю Никого Конечно же Каждый Принимает Свои решения Поэтому Еще раз Хочу сказать Что спортсмен Который Сегодня Международный Спорт Точнее Международный Спорт Международная Спортивная Организация Они по сути Устроены Таким образом Что они Не контактируют Лично со Спортсменом Они контактируют С национальными Федерациями А национальные Федерации Сформируют Национальные Сборные Значит Соответственно Спортсмен Входящий Национальную Сборную Уже Как я уже Повторюсь Он не Личность Как таковая Он не может Принять сам Решение Я вот Хочу Поехать на Чемпионат Мира Ну ему Скажут Хочешь Тогда ты Не член Сборной Национальной России Как ты будешь Принимать Участие Или не член Сборной Национальной Украины Или любой Другой Страны Как ты будешь Принимать Участие В чемпионате Мира Мы не знаем Значит Соответственно На каких Основаниях Он должен Связаться С Международной Федерацией Дзюдо Международной Федерацией Дзюдо Есть какой-то Регламент Эта Федерация Должна Понять На каких Основаниях И так далее Но еще раз Скажу Что в данном Случае Что касается Конфликта Который Имеет место Быть Между Двумя Национальными Сборными Который Появился Не потому Что сами Эти Национальные Сборные Сами Спортсмены Конфликтовали Друг Между Друг С другом Потому что Там и там Спортсмены Там и там Выходили Всегда на татами И всегда Демонстрировали Своё Спортивное Совершенствование В данном Случае Конфликт Происходит На политической Сцене И отражается На спортсменах Поэтому Я думаю Вряд ли Просто так Спортсмен Национальной Сборной России Сможет Заявиться На этот Чемпионат Но уже Явно Это не Произойдет Будучи Оставаясь Гражданином России То есть Мы уже Видели Прецеденты Что многие По разным Видам Спорта Многие Спортсмены Уезжают Уезжают В другие Страны Договариваются И выступают Под флагом Другой Страны Многие Также Борцы Не знаю Пока На сегодняшний День И дзюдоисты Уже Есть Прецеденты Но это Было Всегда Мы можем Вспомнить Ситуации С Чеченскими Дзюдоистами Хусейн Оскан Например Который Ввиду Сложных Это Можете В интернете Прочитать Он об этом Говорил В интервью Сложных Тогда Ситуаций В Чечне Когда шла Война В Чечне И там Невозможно Было Тренироваться И так далее Он принял Решение Что он Спортсмен Он не военный Он не хочет Заниматься Военными делами Он спортсмен Его Профессиональная Так сказать Социализация Спорт Дзюдо И он уехал В Турцию Итог Он стал Олимпийским Чемпионом Еще есть Я забыл Как его Имя Татарагле Тоже Чеченец Который Уехал Тоже За Турцию Выступал Призер Чемпионатов Мира В тяжелом Весе Так что Таких случаев Много было И в то же время И в современной России То есть Спортсмены Зюдаисты Уезжали А Ну Возьмем Пример Тот же Анатолий Ларюков Выступая За сборную России Понял Что он Не сможет Участвовать Не по политическим А внутри Просто спортивным Событием Там тоже Своя Есть Игры свои Внутри Спорта Внутри Федерации Он уехал За Белоруссию Выступал И тоже Благодаря этому Он добился Своей мечты Он стал Участником Олимпийских игр И призером Олимпийских игр Анатолий Ларюков Вот Поэтому Я думаю Что Если кто-то Из российских Спортсменов Примет Примет такое решение Ни в коем случае Его нельзя Обвинять в том Что он поступил Непатриотично И так далее И тому подобное Еще раз Хочу сказать Своё личное мнение Что Спортсмен На той спортсмен Он выбирает Свою профессию Профессионального Спортсмена И он идет К своим Целям Поэтому В данном случае Вот так происходит Что Спортсмен Становится заложником Ситуаций политических И Это Ни к чему хорошему Не приводит Что касается Того протеста Которого выдвинула Украинская Национальная сборная Федерация Что если Допустят Российских спортсменов Сборную Имеется ввиду Я еще раз повторюсь Разговор идет О национальной сборной То не примут Участие Спортсмены Национальной сборной Украины Но И в эту же сторону Опять таки Если Национальная сборная Украина Объявляет протест И по каким-то причинам Не принимает участие В чемпионате Там спортсмены Там тоже люди Которые хотят выступать Они хотят бороться Значит Тоже могут Принять решение И вне зависимости От того Федерации Не федерации Национальной сборной Принять свое Личное решение Опять таки Это никак не будет Не должно Не должно Отражаться На вот таких вещах Как Патриотизм Любовь к родине И так далее Мы все живем На одной планете На самом деле Я не знаю Другого места Во всей галактике Вселенной Там не знаю Где хотите По крайней мере Я не знаю Если вы знаете Вы может быть Скажите об этом Где может жить человек Значит Это вся Вся планета Земля Это место Наш общий дом И Не должно Мне кажется Патриотизм Патриотизм Вот он и есть Патриотизм Планета Земля Общий дом И каждый из нас Должен И каждому из нас Просто не то что должен Необходимо Быть патриотом Этой планеты Земля А в глобальном масштабе Патриотом Вообще Вселенной Потому что Благодаря всему этому устройству Мы вообще живем Мы живем Благодаря вот этой траве Там земле И так далее Воздух Не было бы этого всего Как бы мы вообще Занимались дзюдо Так шутки ради Сказал Ну возвращаясь К самому чемпионату Опять Мы видим что Данная ситуация Политическая И Конечно же Вообще На мой взгляд На протяжении Вот последних Ну ста лет точно Спортивные организации Потихоньку Потихоньку Начали То есть начиная со ста лет Возьмем Тысяча Девятьсот Двадцатый Год Потихоньку Потихоньку Начали утрачивать Своё Предназначение Я имею ввиду Международной Спортивной организации Как общественное Объединение Сплочающее Людей Которые занимаются Физкультурой Спортом И стали И стали Использовать Как некие инструменты Поэтому Инструменты Эти организации Стали сотрудничать С государствами И так далее И уже начались И политические игры Кто кому Что почём И так далее Поэтому Сегодня мы видим Уже Кризис Кризис И Международного Олимпийского Комитета Кризис И Международных Федераций По видам Спорта Поэтому Вот Не могут Не могут Международные Организации Не могут Даже находить Взаимопонимание С Представителями Государственной Власти Не могут То есть Олимпийское Международное Движение Это Ну считается Таким Самым мощным Организацией И У них Есть Там Лозунги И так далее Не говоря уже О лозунгах Каждой Федерации У Европейского Союза Дзюдо Вообще Лозунг Дзюдо Больше Чем Спорт Хотя Так И не Раскрыта Эта Тема Больше Чего Больше Как И так далее Так что Международный Олимпийский Комитет Тоже В тупике То есть С момента Как Пьерде Кубертен Начал Это Движение В конце Концов Мы видим Что оно Приходит Тупик Нету Взаимопонимания Нету Вообще Понимания Как может Взаимодействовать Международный Олимпийский Комитет С Государствами И так далее Мы видим Это было И В период Второй Мировой Войны Первая Мировая Война Вторая Мировая Война Тоже Международный Олимпийский Комитет Никак не мог Понимать Что происходит Как это Все Взаимодействовать Ну и сегодня Вот мы видим Итог Итог Катастрофа Нету Взаимопонимания Каждый Тянет Одеяло На себя Потому что Там Большая Политика Большие Деньги Куча Всего Но В любом Случае Мы Конечно же Те кто Интересуется Джудо Кто Интересуется Исследует Боевые Искусства И Интересуется Болеть За того Или Иного Спортсмена За ту Или Иную Федерацию Джудо Конечно же Мы будем ждать Этого Чемпионата Мира И Безусловно Я не думаю Что Этот Чемпионат Мира Надо Отменять По тем Причинам Я не думаю Что Вообще Его Надо Байкотировать В той Или Иной Стране Я думаю Что Все Таки Надо Пытаться Найти Взаимопонимание Хотя Конечно же Когда Уже Внутри Каждой Федерации Тоже Сидят Иногда Бывают Порой Зачастую Люди Которые Которых Не интересует Спорт Не интересует Общественное Взаимопонимание Их Интересуют Узконаправленные Взгляды Узко Не широко Как говорил Основатель школы Кадакан Дзюдо Что Практика Дзюдо Способствует Широкому Взгляду А не Узкому То К сожалению Мы видим Что Наоборот Узкость Это Видно И Применительно К тому Что Уже Много Лет Обрезание Так Кавычках Назовем Обрезание Техники Дзюдо Мы видим Что Тут Нельзя Так Нельзя Поэтому Нельзя И так Далее Это Все Узко Не Широко Вот Вам Результат Об этом Можно Еще Говорить О технике И так Далее Но Мы Сегодня Говорим О чемпионате Мира Под Зюдо В Ташкенте 2022 Года Поэтому Можно Еще Много Говорить На Эту Тему Что Будет Происходить Дальше Не знаю Покажет Время Конечно Лично Мое Мнение Надо Собираться Надо Собираться Надо Высказать Своё Мнение По этому Поводу Надо Делать Какое То Обновление 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 Вот Такое Слово Есть Обновление В природе Оно Тоже Есть Природа Обновляется Постоянно Да Есть Времена Года Каждый Иметь Своё Изменение Постоянно Обновление В принципе Все Мы видим Одно И то же Но Обновление Есть Листочек Упал Потом Он Опять Вырос И так Далее Дерево Растет Расширяется Так И Дзюдо Так И Люди Кто Занимается Дзюдо Должны Изменяться С Помощью Дзюдо Так И Спорт Вообще Как Кубертен Говорил Пьерде Кубертен Барон Хотя Он Тоже Неоднозначная Личность Вот Ну В заключении Хочу пожелать Всем Кто будет Участвовать В чемпионате Мира Участвуйте Проявляйте Свои Способности Именно С точки Звучит Дзюдо Проявляйте Так Называемый Эти Вот Кодекс Дзюдоиста Проявляйте В себе Не Стремитесь Завоевать Завоевать Победу Потому Что В любом Случае Ваша Победа Или Чемпионом Становится Тот Кому Проиграли Друг Проиграли Или Уступили Другие Зюдоисты То есть Человек Не может Стать Чемпионом Если У него Нет Соперников Или Партнеров Которые С ним Выходят На Тот Уважайте Друг Друга Конечно Состязания Соревнования Соперничества Мне Не Совсем Нравится Это Название Все Потому Что Они Связаны С тем Что Ну Со Ревность То есть Вместе К чему То Ревновать К Медальки Это Не Нужно Состязания Это Совместно Истязать Себя Тоже Не Нужно Я Думаю Что Выходя На Тот Ами Надо Совершенствоваться Созидание Делать Совместно Так Скажем Ходить На Олимп Олимп Это Что Это Себя Улучшать Если Мы Имеем Какие Изъяны В Себе Через Практику Через Взаимодействие С партнером Вместе Мы Становимся Лучше И Как говорил Дзегора Кана Таким образом Мы Способны Принести Пользу Обществу Взаимное Благополучие И Процветание Такой Лозунг Выдвинул Кана В свое Время Дзегора И Я Думаю Что Вот Как раз Таки Вот Это Надо Объяснить Наверное Не то Что Сказать Что Вот Давайте Боритесь Медали И так Далее Выходя На Татами Ставим Цель Не Медаль А Ставим Цель Совместного Взаимодействия Благополучия И Процветания На этом Я Заканчиваю Своё Выступление С вами Был Роман Карасев Вы Смотрели Видеоканал Планета Дзюдо До Новых Встреч Посмотрим Что Будет Дальше